Итак, страница 44. Протокол. Допроса свидетеля. 6 марта 1959 года. Следователь прокуратуры Ивдельского района Свердловской области, юрист 1-го класса Кузьминых, допросил в помещении Вижайского лакотделения, почтовый ящик 240, свидетеля Чеглакова Алексея Семеновича. 1924 года рождения. Место рождения Курская область, село Новоселки. По национальности русского, беспартийного, с образованием 10 классов, по настоящее время занимаемая должность начальник ОВПК Вижайского лакотделения, несудимого, проживающего в поселке Вижай, военнослужащий. Итак, свидетель показал. В конце января 1959 года, точно даты не помню, в клубе поселка Вижай я видел какую-то группу туристов. Среди них было две девушки. Эти туристы на автомашине уехали в 41-й квартал, где расположен лесоучасток энерголесокомбината. В поселке 2-го северного рудника никто не проживает. В 3-й декаде февраля месяца 1959 года, по приказанию начальника лакотделения товарища Хакимова, совместно с лесником Пашиным Иваном, я на вертолете вылетел к месту гибели группы туристов, то есть в район горы Атартен. С нами вместе еще в этом же вертолете было 4 человека. Да, из города Ивдель в этот же день прибыло еще 5 человек. В тот же день приступили к выполнению поставленной задачи. Поиски туристов начали вести двумя группами. Одного человека оставили на охране вещей и палатки. В первый день наших поисков, поисковых действий, мы обнаружили лыжню туристов. На второй день обнаружили палатку туристов, которая была расположена в верховьях рек Ауспи и Лозви на высоте горы Верхуспия. Ее было видно плохо, так как занеслось снегом. В нее мы не заходили. Следов лыжней туристов около палатки не было видно. Лыжню Манси мы видели в 10 километрах от обнаружения палатки туристов. От первой стоянки туристов в одном километре нами была обнаружена свежая стоянка Манси. Первая остановка туристов от места нахождения палатки была примерно на расстоянии 17-20 километров. Такое же расстояние и было от реки Вижай. На пятый день поисков нами были обнаружены 4 трупа, один из них женского пола. После чего мы на вертолете были доставлены домой в поселок Вижай. Гора, где были обнаружены палатка и трупы, не является священным местом Манси. Священные места Манси от этого района очень далеко. Когда с нами работали Манси, Куриков, Степан и другие, по розыску туристов поведение их было нормальным. И они даже сожалели, что так нехорошо произошло с туристами. По обстоятельствам, которые мне пришлось видеть в районе поисков погибших людей, я со всей ответственностью считаю, что они могли погибнуть только от стихии. Заинтересованности в гибели туристов со стороны Манси не должно быть. Группа туристов могла замерзнуть, потому что, когда начался ураган, у них стало срывать палатку и даже порвало ее. Они хотели ее закреплять или даже закрепляли. Подхватило ветром и унесло ветром в лощину, где они потеряли ориентировку и обратно в палатку вернуться не смогли. Погибли от мороза. Больше дополнить ничего не имею. Допросил помощник прокурора города Ивдель, юрист первого класса Кузьминых. Смотрите, интересно, Чеглаков считает, что туристы вышли закреплять палатку, которую срывало ветром. И так их унесло в лощину. А в лощине они потеряли ориентир. Хотя сказали, мне рассказывали, что ночью на Тартене вот в этом районе очень-очень темно. Там вообще хоть глаз выколи, ничего не видно. Если они вышли поправлять палатку и их снесло ветром вместе с палаткой, как с парусом, ну я не знаю, наверное, теоретически такое быть могло. Возможно, унесло кого-то одного. Ну, естественно, поправлять палатку они и пошли босиком. Не будут же они одевать все свои валенки для того, чтобы поправить палатку. И вот когда они поправляли палатку, например, предположим, кого-то снесло ветром вниз одного, потом они его пошли искать, да? И все. А видите, еще 6 марта, еще никто не знал, что разрезы палатки были изнутри. Если вы будете говорить, что разрезы палатки были сделаны изнутри, то я на этот вопрос всегда говорю. Порезать палатку могли и позже. По моему предположению, палатка была разрезана Каратаевым, чтобы скрыть, снять подозрения с Манси. Вы помните тот выпуск, да? То есть палатку изнутри могли порезать специально следователи, чтобы снять подозрения с Манси. Там же на Манси была какая атака? Мощнейшая атака была на Манси произведена. Вот такой протокол, страница 44-45, 6 марта, Кузьминых допросил в помещении Вижайского леса лакотряда, почтовый ящик 240. Так, давайте обсудим. Я не считаю, что Чеглаков обманул. Я не знаю, я не верю в то, что все тут заговоры мировой. Ну ладно, давайте пишите свои комментарии, что считаете. Врет Чеглаков, не врет. Попросили его сказать вот эту версию. Значит, давайте еще раз прочтем, что же сказал Чеглаков по существу дела. Значит, вот Чеглаков еще раз подчеркну, что же его версия какая-то. Значит, так, заинтересованности в гибели туристов со стороны Манси не должно быть. Группа туристов могла замерзнуть, потому что, когда начался ураган, у них стало срывать палатку. Да, помните в видео, когда ветер 36 метров в секунду, как треплет палатку, очень сильно трепет палатку, на самом деле, если ее сорвало и даже обрушилась палка, там внутри сломалась, да, они могли ее, значит, далее они хотели ее закреплять или даже закрепляли, кого-то подхватило ветром и унесло ветром в лощину, где они потеряли ориентировку и обратно в палатку вернуться не смогли. Мне кажется, что версия Чеглакова абсолютно ненадуманная. Мне кажется, что эта версия, она отличается от другой версии, от версии Тимпалова, да. Она отличается от версии Тимпалова. Здесь про мачу ничего не сказано, про след мачи, что кого-то унесло. Ну, спасибо за просмотр. Давайте обсудим версию Чеглакова. Чеглакова.